МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Заполярье в эти выходные в 50-й юбилейный раз прошли соревнования «Северное сияние» имени Ивана Чупрова. В них приняли участие и самые юные спортсмены региона. На Рианмаре в ближайшие дни могут объявить карантин по бешенству. Об этом сегодня сообщил начальник государственной инспекции по ветеринарии в Ненинском округе Александр Антонов. С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. На Рианмаре в ближайшие дни могут объявить карантин по бешенству. Об этом сегодня сообщил начальник государственной инспекции по ветеринарии в Нейнском округе Александр Антонов. Причиной послужили результаты исследования проб, взятых у лисы, которая на прошлой неделе разгуливала по улицам столицы региона. Специалисты подтвердили, дикое животное было заражено смертельным вирусом. Между тем, уже установлен факт контакта лисы с двумя домашними собаками. Эти животные находятся в изоляторе, станции в специальных клетках. За этим собаками будет вестись наблюдение. Животные в момент контакта с лисой были вакцинированы. По прошествии двухмесячного срока, если никаких клинических форм не будет выявлено, они будут обратно возвращены хозяевам. Что касается ввода режима по предотвращению распространения бешенства, то окончательное решение должны принять в ближайшие дни. Сейчас сотрудники государственной инспекции по ветеринарии готовят соответствующие документы. Если карантин все же объявят, он продлится как минимум два месяца. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ненецкий округ может стать площадкой для проведения одного из крупных молодежных форумов. Данную инициативу главы региона Александра Цибульского намерены рассмотреть в Росмолодежи. Об этом было объявлено в рамках пленарной сессии «Арктика объединяет молодежь возможности для самореализации карьерного роста», прошедшей в рамках международного форума «Арктика. Территория диалога» в Санкт-Петербурге. Пленарная сессия «Арктика объединяет молодежь» возможности для самореализации карьерного роста стало ключевым мероприятием Молодежного дня Международного арктического форума. Спикеры единодушны. Без участия молодежи невозможно реализовать масштабные проекты в Арктике. Как отметил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов, площадка Международного арктического форума дает молодежи прекрасную возможность представить свои проекты и получить поддержку при их реализации. Наша задача больше помогать индивидуальному развитию молодого человека, давать возможность реализовать свой проект и тем самым показать себя здесь, на Арктическом форуме, показать свои знания, возможности. И, в общем-то, по опыту прошедших лет, предыдущих форумов уже есть результаты. Здесь в зале присутствуют люди, которые, благодаря своим знаниям и самопрезентации на форумах, сумели получить стажировки, работу в достаточно крупных компаниях, которые как раз работают в арктическом направлении. Однако, как выяснилось в ходе панельной дискуссии, данных мер для привлечения молодежи в Арктику недостаточно. По мнению спикеров, стратегической задачей органов исполнительной власти всех уровней является народосбережение и жизнеобеспечение людей на Крайнем Севере. В частности, необходимо создавать условия жизни на Севере адекватные сегодняшнему дню, только на патриотизме и романтике уже не выехать. Готовые кейсы для решения проблем работают в Ненецком округе. В частности, привлечению молодежи в регион способствует гибкая жилищная политика, в том числе возможность получения однопроцентного ипотечного кредита. Вопрос получения климатических надбавок заработной плате в Ненецком округе решается путем работы над совершенствованием в этой части регионального законодательства. Проводится планомерная работа по созданию условий для самореализации молодежи. Мы, наверное, уже не раз и губернатор говорил об этом, то, что будет и в молодежном центре, и в молодежном центре будет открыт кванториум. Также сейчас еще разрабатываем проект каворкинга для молодежи в Наринмаре. Также то, что говорили по проекту в Красном для молодежи, это модельные библиотеки с досуговым центром. Эти все проекты в настоящее время сейчас разрабатываются, мы обязательно их сделаем, реализуем в регионе и по всем другим тоже селам такие проекты будут осуществляться, потому что это очень важно. Молодежи нужно место, где они могут творить. В заключении сессии было объявлено, что Ненецкий округ в ближайшее время может стать площадкой для проведения одного из крупных молодежных российских форумов. Эту инициативу губернатора Ненецкого округа Александра Цибульского намерены рассмотреть в Росмолодежи. Мария Владимирова, Владислав Носкин, Телеканал Север, Санкт-Петербург. В Ненецком округе количество доверчивых граждан, которые стали жертвами мошенников, растет. При этом злоумышленники используют не только новые способы обмана, но и давно известные схемы. Чтобы обезопасить жителей округа от действий дистанционных аферистов, сотрудники окружной полиции осуществляют обход жилого сектора и раздают гражданам информационные буклеты и памятки с рекомендациями, как уберечь себя от аферистов. О самых популярных мошеннических сетях, в которые реально попались жители нашего округа, расскажем прямо сейчас. Одна из самых старых и известных схем мошенничества – ваш родственник попал в ДТП. На телефон пострадавшему звонит аферист и представивший сотрудникам правоохранительных органов сообщает о том, что его родственник задержан за совершение ДТП, в результате которого есть пострадавшие. Чтобы виновник аварии избежал уголовного наказания, мошенник предлагает собеседнику заплатить определенную сумму денег. При этом своей жертве аферисты не дают времени подумать, чтобы та не соскочила с крючка. Чаще всего жертвами такого способа обмана становятся люди старшего поколения. В последующем этот якобы сотрудник правоохранительных органов передает трубку второму своему злоумышленнику. Тот, искажая свой голос, разговаривает через тряпку либо просто изменяя голос сам по себе, сообщает мама, папа, это я, пожалуйста, помоги. Человек сам начинает выдавать информацию, там, сынок, сынок, говорит имя, допустим. Злоумышленник, пользуясь этим, говорит, да, 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 это я, 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 конечно, пожалуйста, переведи деньги, я не хочу сидеть в тюрьме. Ну и начинает, в общем, давить на жалость. При этом, не давая подумать человеку, пытается постоянно говорить, говорить, дальше трубку забирает опять якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщает, что вот, каким образом вы сможете перевести эти деньги. Ну, у кого-то, допустим, есть наличные денежства хранятся дома или еще где-то, у кого-то на банковской карте или на счете каком-то, в зависимости от ситуации. Если, допустим, на банковской карте, то они просят подойти к какому-то банкомату, либо к операционисту и при этом разговаривают по телефону, то есть не отпускают они вас, сообщают, поясняют, что нужно делать при банкомате. Сообщают, значит, счета, на которые нужно перевести, это может быть либо номер телефона, либо банковская карта, либо тоже какой-то счет. В данном случае, мало того, что вы можете стать жертвой мошенников, переведя денежные средства, но, с другой стороны, зная о том, что вы переводите денежные средства в должностному лицу за заведомо совершенные незаконные действия, вы также можете быть подвижены к уголовной ответственности за дачу взятки, так как дача взятки у нас тоже уголовно наказуемая. Свыше 800 тысяч рублей перевел мошенникам 53-летний житель окружной столицы. На телефон мужчине позвонил неизвестный и представивший сотрудником Следственного комитета Москвы сообщил, что в отношении сотрудников фирмы, в которой он через интернет несколько лет назад приобрел биологически активные добавки, возбуждено уголовное дело. БАДы оказались опасными для здоровья, а потому мужчине полагается компенсация, так сказать, за материальный ущерб и бесплатный адвокат. Но для этого необходимо оплатить госпошлину в размере 4300 рублей. Настоящий следователь Следственного комитета никогда не позвонит и не попросит вас перевезти ему денежные средства, так как для вызова существуют у нас официальные повестки. Потом с пострадавшим связался бесплатный адвокат и сообщил, что по суду мужчина может выиграть ни много, ни мало 30 миллионов рублей. Но для этого надо оплатить еще одну госпошлину в размере 150 тысяч рублей. Еще 186 тысяч рублей мужчина перевел для оформления медицинских справок и заключений и 500 тысяч рублей для судьи, который якобы пообещал ускорить процесс и принять решение в пользу пострадавшего. Через пару дней на телефон жителю Наринмара снова позвонили мошенники и сообщили, что суд он выиграл и заветные 30 миллионов рублей вот-вот поступят на его счет. Впрочем, необходимо заплатить комиссию банку в размере 1 миллиона рублей. Заподозрив обман, мужчина обратился в полицию. Еще одна схема обмана доверчивых граждан – сообщения или звонки якобы от сотрудников банка. Чаще всего службы безопасности. На телефон приходят сообщения о том, что ваша карта заблокирована либо мобильный банк, либо Сбербанк онлайн заблокирован. И в связи с этим нужно перезвонить на номер телефона, который присылают мошенники. Человек перезвонит на этот номер телефона, там представляются якобы сотрудники службы безопасности Сбербанка, либо иного банка, несмотря какой банк. В общем, дальше в ходе беседы этот мошенник сообщает, что вот так, 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 к вашей карте подключились мошенники. Необходимо произвести некоторые операции, чтобы заблокировать вашу карту, либо восстановить все эти приложения. После чего приходят на телефон пароли. Человек сообщает эти пароли злоумышленникам. Злоумышленники, используя эти пароли, подключают к карте Сбербанк онлайн. И в последующем уже, используя этот доступ к Сбербанку онлайн, переводят все денежные средства, которые есть вообще на всех счетах, либо на картах. В погоне за чужими деньгами аферисты широко используют интернет. Создают сайты-однодневки, интернет-магазины-дублеры и группы в социальных сетях, предлагая товары по очень выгодным ценам. На одно из таких предложений клюнул студент одного из учебных заведений Наринмара. Молодой человек заказал в интернете кроссовки за 3000 рублей, а в итоге получил бутылки с водой. Ну и ждал этой посылки. Она пришла на почту, пришел, получил и получил. Усомнился из-за того, что коробка оказалась слишком тяжелой. Я не думал, что кроссовки так много могут весить. В итоге распечатываю там на месте и вместо кроссовок там лежали две бутылки с водой. Больше продавцы на связь со мной не выходили. И тогда я уже понял, что, к сожалению, стал жертвой мошенников, обратился в полицию. Житель Наринмара заказал в интернет-магазине аналог дорогого телефона. Продавец обещал отправить товар наложенным платежом по почте. Но вместо телефона покупатель получил пустую коробку. Мне дали банк наложного платежа, оплатил, произвел платеж и мне выдали посылку. Взял посылку, сходил, ну, пошел до машины. Пока сидел в машине, распечатал посылку. Внутри обнаружил два листа А4 и коробку. В коробке был наполнитель из нарезанного картона. Я не понял, что произошло. Понял, что обманули и пошел на почту России разбираться. Подошел оператор, сказал мне, что наложенным платежом уже платеж не вернуть. Оказалось бы, надежный способ оплаты своего заказа наложенным платежом при получении. Никакой тебе предоплаты. Но и здесь никто не гарантирует, что вы не получите кота в мешке. Имеют право вскрыть посылку до оплаты наложенного платежа, если посылка идет с описью. И если она дефектная, ну, это повреждение и разница в весе. Тогда они имеют права. При этом составляется акт с оператором связи и перечень все, что там было и чего отсутствует. Если посылка пришла в исправной оболочке, вес соответствует, тогда он оплачивает и потом по желанию составляют акт на вскрытие. И тогда он уже с этим актом идет в полицию, если что-то его не устраивает. Для дальнейшего разбирательства. В интернете мы приобретаем не только товары, но и услуги. Так, жительница Наринмара на одном из сайтов купила путевку в Крым за 18 тысяч рублей. Но после того, как деньги были переведены, сайт отеля вдруг неожиданно исчез. Стала искать другими путями, чтобы выйти на этот сайт, с которого, и случайно увидела, кто-то пишет, что его так же людей обманули, что вот этот сайт – это мошенники. Вот еще один случай из реальной жизни. Жительница Наринмара, оформив заявку на получение кредита в интернете, не только не получила обещанных денег, но и заплатила собственные 9 тысяч рублей. Как уверяли лжесотрудники банка, эти средства были необходимы для перевода заявительницы предоставляемого кредита и на его страховку. Я посмотрела на отзывы, да, отзывы были, там то, что мы пользуемся, нам уже и кредитные карты оформляли. Почему только я, я не знаю, почему у меня сомнений не возникло, потому что у них сайт называется «Одобрим кредит.ру», а они представились работниками Тачбанка. Я почему и думала, что Тачбанк, что это, ну, как-то уже вроде бы известный банк, да, по России, тут у нас их нет, что можно доверять и доверилось. Сотрудники окружной полиции призывают жителей округа не вступать в диалог с незнакомыми и малознакомыми лицами по телефону, не сообщать никому данные паспорта, номера карты и пин-коды. Проверяйте всю поступающую к вам по телефону информацию, не спешите отдавать аферистам свои сбережения и обязательно расскажите о существующих схемах мошенничества родственникам пожилого возраста и родителям, чтобы обезопасить их от нежелательных последствий. В Нинецком округе стартовали дни родного языка «Изьва кы» – «Ижимское слово». В рамках языковой недели уже прошло несколько мероприятий практикумов художественного чтения, конкурс исполнителей на «Ижимском диалекте», вечер встреча «Эчачсер не там да силыш там», что означает «Вместе поговорим и попоем». Нашей съемочной группе удалось побывать на семинаре инновационной языковой технологии в формате кружковой работы. С подробностями Любовь Пермякова. Семинар для работников культуры, образования и хранителей традиций, организованный этнокультурным центром, идет на Коми-языке. Проводит его заместитель директора Дома дружбы народов Республики Коми Марина Федина. Главная цель лекции – в интересной и доступной форме научить передавать знания в области языка подрастающему поколению. В основе программы – «Ижимский диалект». Да, действительно, исторически получилось так, что именно из Ижимского района сюда переселились большинство в своем Коми. И сейчас большинство – это представители Ижватас Коми-Ижимцев. Хотя есть и представители других, скажем так, локальных традиций. Например, у нас сейчас тоже присутствуют и представители Сускуломского района, которые тоже в свое время сюда здесь оказались. Так исторически сложилось, что в Коми-языке 10 диалектов. Ижимский возник примерно 400 лет назад в районе села Ижма. В настоящее время его представители проживают в семи регионах России. Более трех с половиной тысяч в Ненецком округе. Около 15% из них владеют родным языком. Ижимский диалект сегодня можно услышать в Волоковой, Коткино, Хангурее, Красном, Щелино, Харуке, Харивере, Устькаре, Нарьинмаре и Каратайке. У нас есть игровые формы, и мы стараемся записать, чтобы больше они слов знали. У ребят есть интерес, им хочется знать. Но заставлять мы не заставляем, они ходят, когда хотят, когда не хотят. Как им удобно. Ну, поселок, 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 конечно, меньше, но поселок сам образовался. Коми ижимские оленеводы его построили. Александра Пономарева стала одной из самых ярких участниц семинара. Она поделилась опытом работы со своими коллегами. Женщина – сотрудник Каратайского дома культуры. В прошлом году она поставила спектакль на коми-языке, который прошел с большим триумфом, вызвав бури эмоций у жителей поселка. Посвящен он был землячке, кавалеру ордена Ленина, труженице тыла, охотнице, коме-изжимке Агафье Тимофеевне Артеевой. Ей в годы войны, очень много они написаны в газетах, конечно, в годы войны. Она как-то не думала, что она будет какой-то гордостью. Она просто работала. И даже в крестьянке напечатали, да? В крестьянке, правда, с севера. У нее все эти вырезки у нас есть и хранятся у нас дома. Очень сложная у нее была судьба, да? Да, очень трагичная судьба. Но она как бы маленькая, она была высокая, худенькая. Но вот она для нас была примером тем, что она все тяготы эти вынесла. В военные годы своим трудом Агафья Тимофеевна добывала до 70 шкур писца за сезон. В те времена эта пушнина считалась белым золотом, благодаря которому можно было закупать и военную технику. Поговаривали, что на пойманную добычу охотницы был куплен самолет для нужд фронта. Все яркие и тяжелые моменты жизни именитой землячки легли в основу спектакля, где было задействовано более 10 артистов. И все они носители коми-ижемского языка – культурного наследия малых народов севера. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал «Север». В Заполярье в эти выходные в 50-й юбилейный раз прошли соревнования «Северное сияние» имени Ивана Чупрова. В них приняли участие и самые юные спортсмены региона. Они боролись каждый в своей возрастной категории на лыжной трассе школы Олимпийского резерва «Труд». Участие в открытии спортивного праздника, а также в одном из его забегов, принял чемпион мира среди юниоров, мастер спорта по лыжным гонкам Александр Терентьев. Все подробности в материале Натальи Кисляковой. Старт дан. Первыми в забеге соревновались малыши из детских садов, таких как «Гнездышко», «Аннушка», «Ромашка» и другие. Поддержать юных участников приехал и Александр Терентьев. Спортсмен поделился планами на будущее и напутственными словами для маленьких лыжников. Сейчас я отбегу эти соревнования, поеду в Сумуленск на учебу, а дальше готовлюсь к следующему сезону. Юный спортсмен пожелал бы никогда не сдаваться, и тех целей, и все у них получится. Впрочем, ребята безоговорочно верят в свою победу, хотя некоторые из них принимают участие в соревнованиях впервые. Я бы хотела стать по соревнованию годистой. У меня нет конкурентов, я побежду. Хочу победить. «Северное сияние» носит имя Ивана Чупрова, который впервые разработал правила и провел соревнования. В Заполярье они проходят уже в 50-й раз. Причем большее количество участников – дети. По словам Евгения Шестакова, ежегодно в соревнованиях бегают больше 800 лыжников. «Пропаганда, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт – это вообще основная цель, это наше будущее, это здоровье нации. Поэтому все эти мероприятия, они направлены на эти цели. Плюс все-таки лыжные гонки на севере – это тоже один из основных видов спорта. Поэтому это нужно популяризировать, это нужно прививать детям. Опять же, говорю, что развитие физической культуры спорта – это основные вещи». После каждого забега всем участникам выдали памятный значок и импел с эмблемой соревнований «Северное сияние». Добавлю, победители чествовали уже на церемонии награждения во Дворце культуры Арктика, которое прошло в воскресенье. В минувшие выходные в районе заводской Курии прошло соревнование по подлёдной рыбалке «Арктик-Йорш». Возможность поймать речной трофей и завоевать приз рыбакам со стажем и новичкам ловли предоставил Центр арктического туризма. Рыбакам предстояло пройти несколько испытаний. Визитная карточка, бурение лунки на скорость, конкурс на оригинальность орудия лова и наживки. Также учитывался вес и размеры пойманного улова. «Вообще, в целом, если по конкурсу, у нас участие принимало 9 команд, конкурс собрал порядка, я думаю, что 120 человек в целом за всё мероприятие на протяжении 4 часов проходило. Победителем у нас стала команда под названием «Эсакила», сборная команда, два участника было из республики Карелия, два участника местных. То есть мы с первого года можем уже с уверенностью сказать, что это межрегиональное мероприятие, которое мы провели». Богатая культурно-развлекательная программа была предусмотрена и для многочисленных зрителей. Их развлекали ненинскими играми и забавами. Напомню, данный конкурс был нацелен на развитие внутреннего туризма на территории Ненинского автономного округа, привлечение жителей округа в творческие развлекательные мероприятия, связанные с традиционными видами деятельности. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север» ВКонтакте. Далее смотрите прогноз погоды.